Представь, что у тебя таз, это бочка. Меня заставили, я против. Пузико выпало из штанишек. Снимаешь, потом смотришь и смеешься. Вот так будет, да? Как ты хотела? Ты думала, у нас нормальная съемка будет? Забудь. Как-то мы перекрутим, и я буду тренировать его. Посмотрите, там работа непочатый край просто. Грушевидное компенсирует. Бегите, глупцы! Еще жрать и жрать, чтобы достигнуть идеальных форм. Давай на ты, слышишь ты. Давай на слышишь ты, будем разговаривать. Вообще, мы пытаемся достигнуть идеальной формы. Но, как нас учила геометрия в седьмом классе, идеальная форма – это шар. Поэтому мне еще работать и работать. Жирные истории. Жиробарсик. Привет, дорогие зрители. Сегодня мы снимаем полный цикл тренировки. Юля любезно согласилась проэкспериментировать на ней. Как это будет выглядеть? Все будет в лайв-режиме, абсолютно без цензуры. Мы будем знать, когда у Юлии… Ну, цикл. Начало, конец цикла. Даже я не знаю этого. Хочу показать вам, как это выглядит изнутри. Проект называется «ЖБ». Жирные барсики, там, жизнь-боль, жир, беги. Придумайте, напишите в комментариях, как вы видите расшифровку названия этого проекта. ЖБ. Самые лучшие комментарии мы вознаградим приездом Юлии. Юля приедет и сожрет у вас дома все. Погнали? Куда? Я не хочу, меня заставили. Я не хочу. Сами-сусами. Итак, Юль, ну так как у нас все-таки информационный канал, да? Канал, ну в смысле канал, мы стоим сюда. Юля, давай не будем отвлекаться, у нас с тобой важное мероприятие. Я профессионал, а ты профессионал тоже? Нет, ты с точки зрения Юлии. А если я упаду, как ты узнаешь об этом? Она не остановится. Если ты упадешь, я как-нибудь его увижу, тебя там лежачий. Начинай движение. Травмы, уши... Начинай движение, Юля. Похихикали и хватит, давай тренироваться. Травмы, уши, растяжение, переломы за ближайшие 5-7 лет. Какие травмы есть? Что болит? Жалуйтесь. Душа болит. Душа болит, потому что ее сдавливает 30 лишних килограмм жира. Вот так вот. Можно я нахожу на плюс? Но я не могу так медленно ходить, так не ходят люди вообще. Никто, кроме моей бабушки. Это называется слово «мо». Да. Расскажи цели. Травмы, короче, травмы. У меня всегда подворачивается правая нога, ну и там как-то все очень плохо. А так, ну... Куда подворачивать? Все, она вовнутрь преимущественно. Спина. Болит. Где? Грудной отдел, пояснично-крестцовый. Вот здесь. Грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел. Шея? Да. Что да? Да, болит. Диагноз какой? Остеохондроз у взрослых. Остеохондроз. Фейковая болезнь. Так говорят врачи, я ничего делать с этим не могу. Это могу дать номер телефона куда-то звонить. Врачи-фейки. Да, могу дать номер телефона, где бы здраво. Цели какие? Ну, для начала не сдохнуть сегодня. Это первая цель. Это отдельная цель. Если мы ее достигнем, то будет хорошо. Нет, ты сегодня не сдохнешь, потому что сегодня будем знакомиться с твоим телом. Так. Мы найдем у тебя все, скажем так, мышцы, которые неактивны, активируемые. А это все примерно? Ну, помимо лицевых. Ну, что, разом мы работаем хорошо, да? Да. А, кстати, кем ты работаешь? Я работаю заведующей режиссерским управлением в театре. В каком? В театре ЦДР. На Соколе, на Беговой и на Поварской. Вот так. Ты понимаешь, да, что сейчас куча телезрителей придет к себе? Пусть. Пусть приходят, мы будем рады. Посмотри, как ты работаешь. Они меня не увидят, потому что я человек, который работает за кулисами. Я обоин невидимого фронта. За кулисы лиса. Итак, 2-3 минуты мы с тобой ходим перед началом каждой тренировки для того, чтобы подготовить твою сердечную мышцу крово. А то, что я сюда шла, это считается? Потому что я пока сюда шла. Смотри, ты пока сюда шла, мы все как бы сюда идем. Да, это для тебя привычная нагрузка. Привычная нагрузка не в залпы, а вообще, в принципе, ходить. После этого ты переоделась, твоя сердечная мышца отдохнула, миокарту отдохнула. Не успела. Успела? Не успела. Успела? Нет. У меня пульс 367, смотри. И всегда, когда ты приходишь на тренировку, сначала ты выполняешь 5, примерно от 3 до 5 минут, кардиво. 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 Запомни, кардиво. Кардиво. Это не кардиво. Ок. Догоняешь свой пульс примерно до 110. От 90 до 110 ударов. Для этого мне достаточно встать с дивана. Зевнуть. Хорошо, зевнусь. Пойдем. После того, как ты размялась на дорожке. Я почему тебе это рассказываю, потому что в дальнейшем ты это будешь начинать без меня, потому что нам нужно будет весь час рабочий тренировочный. Сегодня нам понадобится 15 секунд рабочих тренировки. Сразу после кардиво. Кардиво. Бросай туда куда-нибудь. Баночки свои. Я буду с тобой знакомиться. Встаешь лицом к зеркалу. Здесь охрененный свет. Так. Но мне главное не свет, а твое тело, потому что первым делом мы с тобой... Нет, нет. Первым делом мы с тобой тренируемся, а потом уже снимаемся. Наклоны головы вперед-назад. Без натягивания. Сейчас я смотрю за тем, как работают твои мышцы. Симметрично они работают или нет. С какой стороны у нас есть тиггеры, зажимы, с какой мышцы более активны. Теперь налево-направо голову. Наклоняем или поворачиваем? Не поворот, а наклоны. То же самое. Смотрим трапецию. В чем фишка? Это каждый из зрителей также сможет просто себя продиагностировать и почувствовать, где у него сокращаются мышцы, где нет. Юль, кстати, обратную связь дай. Ты чувствуешь мышцы свои рабочие? Или ты вообще об этом не думаешь? Я вообще об этом не думаю. Ну, в повседневной жизни мы привыкли к тому, что... Можно остановиться. Мы привыкли к тому, что... Просто теперь вот так всегда. Да, мы думаем о каких-то проблемах и так далее, и абсолютно забываем о своем организме. Ручки в стороны. Движение вперед-назад. Мелкий-мелкий. Посмотри на меня в зеркало. Я вижу там пятна разноцветные, у меня зрение минус один. Так, я на тебя пошел, вот так, все. Все, поехали. Сейчас мы смотрим, как работают твои плечи и дельты. Передняя, средняя. Они, кстати, у тебя все классно работают. Теперь то же самое, только вверх-вниз, как будто чайка. Препетция тоже хорошо работает. Есть, криклечие вращения. В другую сторону. Там надо делать вот так. Ты когда вот так вот делаешь, надо делать так. В другую сторону. Побольше амплитуду. Да больше, что у меня так суставы не получается. Вот так. Что я такое? Все, я устала. Есть вместе. Вставай ко мне. Пойдем сюда, выйдем, а то тут. Можешь домой, пожалуйста? Стоп. Я устала. Здесь. Напротив меня вставай. Вести, вращение. Ножки пошире. Поломай пальчики. Ножки пошире еще. Наклон к одной, в центр, в другой. Распрямилась. Тянись прямо туда. Нет, мы не типа вот это вот делаем. Ну, а что? Танцы со звездами. Наклон. В центр. В другой. В центр. Распрямились. То же самое. Теперь к этой ножке. В центр. Другой. Распрямились. Смотри, пузико выпало из штанишек. Я тебя не слышу, но... Пузико выпало из штанишек. У меня тоже, но все нормально. Распрямились. Да, с координацией, конечно, проблема. Умничка, ножки сейчас поуже. Стопы на ширине плеч. Садимся в полный сет. Сейчас тебе очень понравится движение. Это сарказм? Вот как Го поставил полностью, как Эдидас, и знаешь, вот эти линии, которые соединяются на козу. Моя задача. Представь, что у тебя таз – это бочка. Бочка? Бочка с водой. Моя задача – пролить его назад и вперед. Вперед, назад. Вперед, назад. Не поднимай таз. Я поняла. Вперед, назад. Вперед, назад. Это мобильность зазобедренного сустава. У тебя, кстати, все очень неплохо. Видимо, сказывается... О чем он вставит-то? Садись. Я там могу встать, ты-то нет. Теперь то же самое, только лево-право, как будто ты хвостиком машешь. Вот. Не-не-не, медленно. Ты мне делаешь медленно, я веселюсь. Ты какой ритм даешь, так я и... Остаешься в этом же положении. Ручки перед собой, колени максимально внутрь, максимально наружу. Джулия. Чего? Очень неплохо. Я думал, все будет хуже. Колени внутрь, наружу, внутрь, наружу. Молодец, Стэм. Все, можешь домой идти. Я умираю. Ноги ставим узко. Всем очень нравится делать вот такие вращательные движения коленями, абсолютно бессмысленная херня. Я могу одного тренера показать в видео тренировке, который заставляет делать такие движения, но потом. Садишься, колени максимально выводишь вперед за носок, но пятки при этом не отрываешь и возвращаешь. Ножки чуть-чуть поуже, одна стопа между ног. Одна стопа между ног, это значит вот так. Все, поняла, я думала вот так. И теперь тянешь колени за носок и возвращаешь. Ну все, я уже устал, давай, Леша. Собака фитулая. Старайся максимально затянуть ее вперед. Это разминка как раз для... Я так и думала, я так и думала. Я вчера, когда представляла себе эту встречу, я думаю, ну вот завтра по-любому я уже буду лежать с языком на плече, у меня будет идти кровь из глаз и из ушей, а Леша скажет, что это была разминка. Последнее повторите, пожалуйста. Неважно. Потом посмотрим. Все, молодец. Стопы. Вот они хрустят все время. Вот эту штуку, которую мы с тобой делаем, суставную разминку, тебе тоже нужно будет запомнить. Мы с тобой несколько раз ее повторим, и потом, когда ты приходишь, ты выполняешь 5 до 3 до 5 минут на дорожке. Скорость примерно 5,2, с уклоном 2. Это разгонит твою сердечную мышцу. После этого ты переходишь сюда, выполняешь суставную разминку, и потом выполняешь гиперэкстензию. Это тоже самостоятельно, без меня. А потом я уже подхожу и говорю, привет. Пойдем. Первое упражнение, которое ты сделаешь, это гиперэкстензия. Работала с ней? Конечно, работала. Каждое утро, подожди, я пониже сделаю. Типа я коротконожка? Ляд. Типа ты красива попка? Ну, есть момент, конечно. Стоп. Пауза. Руки убираешь под грудь. Погодний, чиклоправлю. Лопатки свела. Опускаешься вниз. И поднимаешься вверх до моей руки. Голову чуть-чуть направь вниз. Все, поехали. Да. А я буду дальше знакомиться с твоим телом. Спасибо. Средняя ягодичная. С левой стороны не работает. Вот если я, кстати, не кричу, это не значит, что мне не больно. Грушевидная компенсирует. Офигите, глупцы. Юль, мы тренируемся, да? Да, конечно. Тебе нельзя камеру перед тобой вставить, я сразу начинаю с припадки. А, то есть ты реально считаешь, что без камеры было бы по-другому? Да, не знаю, не знаю. А как долго мне еще это делать? Давай 15 движений мы делаем, еще три. Я уже сделала, чтобы 40. Да, давай, зрители посчитают и скажут, сколько ты сделала. Все, отдыхай. Умница. Сейчас переходим на коврик. Ложимся на живот. Ладно. Хорошо, хоть он мягкий. Руки вытягиваешь перед собой. Голову приподнимаешь. Ножки тоже. И разноименными ручками и ножками начинаешь делать пловца. Поехали. Поднимаем бедра. Поднимаем ручки. Да, оторви полностью, пожалуйста, от пола. И поехали. Вверх-вниз. Разноименные ручки. Разноименные. Да, да, да. Подожди. Все правильно ты делала сейчас. Голову чуть опусти. И поехали. Да, 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 идеально. Ты случайно не участвовала на Олимпиаде в Пикини? А, да, четвертая с конца. Продолжай, пожалуйста. Давай, давай, давай. Она спинку активирует. Я не могу, мне тяжело. Есть. Теперь ножки вместе. Руки положила, ладошки в пол направила. Ноги я тебе держу. Сейчас ты руками поднимаешься, разводишь их до таза, возвращаешь и ложишься. Поехали. Две вместе? Да. Две вместе? Я не слышу, что ты говоришь, но да. Так? Да. Вернула назад и легла полностью, расслабилась. Я никогда не повторяю этого дома. Давай, давай, поехали. А? Поехали. А это, кстати, прикольный опыт, что я ее не слышу, что она болтает, но на видео будет слышно. Да, ты как слышишь. А можно при этом еще грудной отдел отрывать, пожалуйста? Слушай, ну ты как бы нафига просишь, честно говоря. Давай, давай, поехали. Уже очень модно в зале издавать всяческие звуки, как будто бы ты умираешь. Последний. Хорошо, отдыхай. Вот все, что я сейчас прожимаю, нажимаю, ступаю, ударяю. Прикладная кинезиология называется. Предмет. Тем самым вы заставляете свой мозг обратить внимание на те целевые мышцы, которым мы прикасаемся. Попробуйте, поэкспериментируйте прямо сейчас. Нажмите себе вот здесь на низ животика, прямо продавите. И потом попробуйте его втянуть. Получилось? Спешите. Что? А, глоточек воды. Где твоя вода? Не нравишься ты мне, короче, по-прежнему. По-прежнему? По-прежнему. Или по-прежнему? Не нравится. Вот я сегодня зашла, ты мне не понравился. И вот как бы по-прежнему не нравится. Вот так мы, по сути, и выбираем тренера, да? Интуитивно. Заходишь, не нравится, значит твой. Да, разве? А, я знаю, что у тебя есть опыт занятия с персональным тренером. Как-то раз. Я знаю, очень многих волнует, как выбирать тренера. Прям, это прям такая боль. Бояться подойти, спросить, поговорить, понять, что этот тренер подходит. Как ты выбирала себе тренера? Не меня, сейчас ты как бы просто в условиях таких находишься. Я выбирала тренера себе никак. Ну, просто... Нормально, мне нравится. Хороший ответ, спасибо. Ну, я просто увидела человека в зале. Он мне пару раз что-то подсказал. Я такая думаю, ну, что-то, наверное, может быть, пора бы и денег потратить. Вот. И таким образом я стала заниматься с тренером, как-то обычно и бывает. Ну, а чего бояться спрашивать? Запомните раз и навсегда. Тренеры – это люди, которые получают деньги за то, что работают с вами. И спрашивают у них, не надо ничего бояться. Просто спросили, поинтересовались. Есть пробные тренировки всякие в залах. Можно попробовать. Понравился человек. Если понравилась работа с ним, то вперед и с песней. Не понравилось, то как. Ну, а ведь может другого попробовать. Вот и все. Леша меня бросил. Он ушел. Нет, нет, нет. Ловенько от этого оставь. Он решил, что он не хочет со мной тренироваться, разговаривать. Ну, и в принципе быть знакомым. Леша. Все хорошо. Все хорошо. Леша. Давай, начинаем. Что начинать? Гипрестензия. Еще раз. А ты думала, мы все это по одному разу пройдем, да? Да, я надеялась. Как говорится, надежда, она такая... У меня на работу еще сегодня, Леша. Хоуп умирает последний. Ты работаешь? За что? Ручки под грузь, не забудь. За что? Лопатки склеила. Голову чуть-чуть опустила. И поехать, опускаемся вниз и поднимаем сверху. Писть охота. Ай-яй-яй, это больно? Я знаю, что это больно. За что? За что ты меня так не родила? За что бы работала? И еще груша. Сейчас будет неприятно. Это правда больно. Я знаю, что это больно. Голову. Чуть-чуть опусти, лоб в пол направлен. Ага. Продолжай. Последний. Молодец. Переходим на коврик. Зачем я согласилась на этого анти-эвэл? Может, я пойду домой. Спокойно. Пожалуйста, может, я пойду домой. Пармировал колду. Ложись. Я так больно надавил вообще. Заметьте, заметьте, вот сейчас прямо, да? Что произошло? Надавил, она почувствовала, соответственно, что думает об этом? Я думаю, что ты не очень вообще. Сколько раз. Поехали, поехали, поехали. Квадратные мышцы хорошо работают. С правой стороны, с левой, к сожалению, нет. Сейчас, подожди. Все, ножки вместе. Помнишь второе упражнение? Разводим до таза. Да. Чуть-чуть повыше грудной отдел. Голову сильно не поднимай. Какое мое дыхание будет классное на видео. Я не все слышу, что ты говоришь. Ну, что я ничего потом не слышу? Молодец. А назад, назад, ручки-то вернуть. Заканчить. Заканчить упражнение. Заканчить. Закранчить. Встаем. Сегодня тебе повезло, так как мы врабатываемся. Ты не такой, как все. Ты не работал. Перевод вработки будет у тебя примерно 2-3 недели. Пока ты врабатываешься, будет по два подхода. Тело будет готовиться к нагрузке. Пойдем. Забирай водичку, телефон. Погнали. Потом будет плохо мне. А что это я коврик-то отдал? Я уже не могу ходить. Это как кавказская пленница. Да. У нас, кстати, есть в зале жир-контроль. Это как? Смотри. Я прошел. Ну ладно. Ты победила. А тема-ля. А тема-ля. Я каждый день так делаю по 6 раз. Так, наше любимое место в центре зала. Да, правда, а мы никому не мешаться не будем? Нет. Как говорится, когда ты пришла и занимаешься, никто тебе не мешает. Никому ты не мешаешь, кроме того, что тебе могут мешать. Ха, это шутный номер. Ты куда? Не знаю, куда. Хвостик. Мы будем делать тягу горизонтального блока для того, чтобы активировать центр спины. После этого пару подготовительных упражнений, пару упражнений на ноги, немножко закончим прессом, проработаем руки и все. А может без пресса? Нет, я поняла. Так говорят примерно 99% всех, кто приходит, не любят качать пресс, потому что, во-первых, это больно, во-вторых, это больно, а в-третьих, это очень больно. Да. Но мы здесь все адекватные люди. Да, вот такая огромная тяжелая жопа. И я не первый день в этой сфере. У меня это практически невозможно. А ты думаешь, чтобы качать пресс, нужно поднимать жопу? Ну да, нужно поднимать жопу, чтобы идти в зал. Понимаешь? Взаимосвязь, видишь? Я и в конце скажу, сколько стоят тренировки. Сколько? Чтобы она себя замотивировала. Ой, ладно, не это. Не это, не это. Помнишь, с чего началось твое знакомство со предыдущим тренером? Ты пришла и сказала? Нет, не помню. Сколько стоит? Надо заплатить. Позвольте вас попривожить. Спасибо. Садимся. Последнюю дырочку воткните, пожалуйста. Вот так? Вот так? Не торопись. Не торопись. Стопа поставила сюда. Жирок выпадывает. Да, Джулия, ну какая разница? Ну тут такие все худые, такие все красивые, а я такая жирника. И ты куда, и красивая. Поехали, работаем. Все в этом мире относительно. Тебе нужно подъехать немножко тазом, стопы поставить, взяться за рукоятку, напрячь ручки, при этом натянуть спинку, она должна быть ровная. И теперь ты тазом отъезжаешь назад. Да, 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 да. Видишь, блок натягивается. Садишки спадают. Ничего страшного. Я прикрою. Не торопись. Сейчас лопатки раскрыла. Сначала раскрыла. Раскрыла? Нет, раскрыла, да, сутурсу немножко. А, вот так? Вот, да, но не сильно, плечи не поднимай. Все, и теперь сводишь лопатки назад, и потом ручки подтягиваешь. Сначала лопатки. Вот, умница. И все время как будто давишь плечики вниз. Не забывай раскрывать. Видишь, амплитуда ограничилась. Во. А теперь тебе нужно попробовать сделать мне лопатками больно. Сожми так, чтобы у меня палец... Ну... Неплохо. Обнимаешь, скажем так, сильнее. У меня нет столько лопаток. Есть у тебя столько лопаток, их ровно две. Молодец, уже лучше. Старайся сильнее и вниз плечики подальше задавливай. Вот, раскрылась. Угу. Задача, чтобы ты почувствовал самый низ трапеции. А где он? Смотри, трапеция у нас большая, вот такая вот мышца. Оп, и здесь заканчивается. Угу. Давай. Еще два. Последний. Хорошо. Наклоняешься вперед, немножко тазом подъезжаешь и ставишь. Все. Главное, чтобы спина восхраняла ровное положение. Переходим к стене. Как раз наше место рядом с мусоркой. О, моя любимая. Да. Я даже в поезде всегда езжу на боковой возле туалета. Ну а что? Стопы вместе. И прижаты к стене. К стене прижаты пятки. Руки вверх. Я сейчас упаду вперед. Руки вверх поднимаем. Большая жопа. Низ животика напрягаешь. Из этого положения сейчас выталкиваешь плечи вверх. А теперь максимально затягиваешь их вниз. Локти прямые, упрись в мои руки. Так? Да. Вытолкни вверх. И теперь вниз максимально так, чтобы солнечное сплетение как будто тебя вот так вот вытягивает. Окей? Угу. Поехали. Держишь животик. Работаем. Какая сложная херня. Что мы делаем? Какое-то дичь. Мы активируем центр спины. Почему? Потому что многие не уделяют внимания спине. И в итоге приходят и говорят у меня, короче, вот здесь болит, вот здесь болит. Еще в шее у меня поставили вапароскопический диартроз нижних бровей. Что такое? Ну ничего, я просто только что придумал эту образу. Очень больно. Последний. Животик держи. Последний. Ты говорил последний. Что чувствуешь? Чувствуешь центр спины? Я чувствую, что... Центр спины чувствуешь или только тропедчик? Я чувствую уже отчешется. Отчешется это хороший знак. Не повторяйте моих ошибок, пожалуйста. Сейчас мы эту историю повторим. Ну а мы воды попьем? Да, попей водички. Старайся после каждого подхода пить глоточек. Глоточек воды это переключает твою центральную нервную систему с активной работы на пищеварительную систему, скажем так. Сделай, пожалуйста, немножко ссутунься и распрямись. Почувствовала, как у тебя мышцы на спине работают? Говори, как есть. Я чувствую, как у меня болит. Ощущаешь? Между лопаток есть? Чувствуешь? Пониже. Где? Где чувствую? Короче, говори. Вот это? Отлично. Разгибатели. Трапеция. И ромболидная. Вот здесь болит еще все. Плечики еще должны немножко болеть. Чемпион пойдет. Садись. У нас последний остался. Ну как последний? Он первый как бы и последний. Первый последний, да. Спинку натянула. Давай сама. Отъехала. Не забывай, раскрываешь лопатку сначала. Да? И потянула вниз. Поехали. Супер. А теперь сжимай максимально сильно. Вот. Умница. Видишь, когда мышцы активны, ты начинаешь их чувствовать, направлять своим мозгом, мозжечком, направлять спиной. Мозг сигнал, который уходит по периферии. Можно же немножко повыкнуть туда? Нужно. В хорошем смысле, конечно. В самом лучшем смысле. Естественно. Пониже плечи. Еще три. Сжимай. Вот здесь вот эту часть. Последний. Умница. Супер. Подъезжаешь тазом. Да, супер. Куда тут не скользко? Не подъехать. А ты вазелином не намазалась, что ли? Нет. Я надеялась, что все будет по лайту, а ты прям, короче, устроил. Ты меня спросила, какая будет тренировка? Я тебе сказала, я профессионал, и буду тренировать это как нужно. Ручки вверх, стопы. Пусть не будет, пожалуйста. Пусть не будет, пожалуйста. Ты скоро освободишься, не переживай. Я боюсь, что это будет первый и последний выпуск, потому что ты больше не придешь. Кстати, такое часто бывает. Такое с полным энтузиазмом, а потом такие раз, и что-то утекает. Это меня просто так не уделалось. Нет, такого на самом деле не бывает, потому что когда в конце тренировки ты почувствуешь приятную небо, выделение эндорфина, дофамина, серотонина и все, что наина, Нина, такого нельзя говорить даже там. Держи, низ животика постоянно втягивай. Молодец. Так. Упирайся мне в ручки. Выше тянись. Ты можешь выше? Давай. Вниз. Максимально вниз затягивай. Это очень сложное упражнение. И последний. Я лучше бы штангу поподнимала. Стенку поподнимала? Ты только что и поднимала стенку. Штангу. Штангу. Да. Одна из самых главных ошибок. Все начинают поднимать штангу. И поднимают штангу, причем тяжелую, причем много раз, а потом сжмут все тренажеры, которые видят. И в итоге получают что? Ручки Терекса. Когда ты помыться не можешь. Да, такой. Ну да. Маски снять. Юль, все, нормально ты? Я думаю, центрально перегрузила просто. На самом деле упражнений сегодня будет немного. Вот мы сейчас сделали два упражнения на спину. Сейчас сделаем два упражнения на ноги. Потом перейдем на брест и все. А, потом я тебя разберу, соберу и все. И ты можешь... Стопэ, а? Поподробнее с этого момента разберу, соберу. Что это значит? Ну, ты знаешь, там, дышать матки, там, космос, энергия. Фу, какой ты оказывается. Как говорится, для этого нужно дожить до кольца. Нам пока что коврик не нужен. А что мы вокруг него тогда ходим все время, если он нам не нужен? Это наша база. Пойми, мы всегда должны занимать как можно больше пространства. Одну ножку ставишь впереди, носок чуть-чуть повернуло внутрь. Колени, кстати, нормально себя чувствуют, не болят? Ну, так. Христы побаливают. На погоду, да? Ну, мы все уже не новые, конечно, я понимаю. Естественно. Таз делаешь прямо, лопатки собрала, как на гиперэкстензии. Ручки перед собой. Как Шерлок Холм? Вот так. Ну, я как доктор Зло. Вот так. Лопатки собрала, наклонилась чуть-чуть вперед корпусом и опускаешься вниз. Все, погоди, сейчас сложно было. Сейчас было очень сложно. Так, стопешечка. Носочек внутрь. Это сюда. Ручки перед собой, лопатки собраны. Ручки перед собой, лопатки собраны. Наклонила корпус вперед. Так. Не так сильно. Попу поверни. Пять. Не поворачивай. Все, хорошо. У тебя все поворачивается. Опускайся вниз, сгибай носки. И поднимаешься до моей руки. Вот, отлично. Колено, вали ближе к носку. А, прям вот так? Да, 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 прям вот так. Три. Четыре. Давай по восемь на каждую. Пять. Шесть. Семь. Последний. Умница, ножки поменяли. Точно так же. Собра. Поехали. Вали, вали. Вали, вали. Вали всех. Не попом и назад, а вверх поднимаешься. Поехали вниз, опускайся и вверх. Я думала, что мое читерство прокатится. Давай, читерство я видел. Четыре. Может, здесь для того, чтобы тебе пользу принести, да? Да, блять. Не разгибай полностью колено. Последний. Все, умничка. Переходим. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, как пойдем? Ну, как пойдем, если... Пойдем. Пойдем кое-что покажи. Ходить тяжело. Вот это мои любимые, кстати. А вот такую вариацию ты еще не делала 100%. А ну-ка. А полностью наклоняемся назад. Не нравится. На диванчике. Держишься руками. Я не достаю до них никогда. За жизнь тогда держись. Ладно. Можешь сделать вот так, типа. У меня короткие ручки, не достаю до них. Димаша, самое главное, это лопатки свести. Пойдем. Да, голову не закидывай, потому что дополнительное мышечное напряжение здесь может сфизмировать здесь. Анатомические поезда. Носочки чуть внутрь. Так. Разводим. Поехали. Да. И полностью не сходим. Два. Супер. Низ животика всегда в тонусе находится. Мы на тренировке. Вот только выйдешь, выйдешь такая... Я в тренировке. Только выходишь за дверь зала такая... И просто желе. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Потерпи. Еще четыре раза осталось. Три. Два. Все, умничка. Почитаем. Не-не, рано еще. Потерпи. Пойдем. Я не могу ходить, вызывайте доктора. Да все будет хорошо, не переживай. После тренировки у тебя отложенная крепатура или нет? Болят мышцы сразу на следующий день или через день? У всех по разному. Слушай, когда как? Слушай, я уже не помню. Ну, я тренировалась в последний раз два года назад, Леш. Два года, два. Так скажи, в итоге ты что? На следующий день или через день? На следующий. Чаще на следующий. Кайф, вот подожди, я с тебя объясню, почему кайф. Вот эту боль, которую ты будешь испытывать после тренировки, ты не должна чувствовать сильную. Да. То есть, если ты потренировалась так в усрачку, что на следующий день не можешь встать, ты накосячила, потому что это стресс для организма. Сейчас мы тренируемся. А в нашем случае накосячила он. Так, так? Обязательно пришлешь мне фидбэк, сообщение, да? О том, что ты реально чувствуешь. Значит, не пришлют, значит, я просто умерла или не могу прям вот так вот держать телефон. А если это будет... Носом. То это значит, все, пропало. Напишешь фидбэк, потому что то, что ты должна испытывать, это ты должна ощущать мышцы. Они не должны сильно болеть. Ты будешь чувствовать, что они слегка побаливают, и ты знаешь, где они находятся. То есть, ты знаешь, где у тебя между лопатками мышцы. Мозг понимает. Это самый хороший знак. Поехали. Блин, я думала, что ты забыл. Ну, ладно. Мы всегда начинаем с ноги, на которой закончили. Или с руки, на которой... В асимметричных движениях. Мы закончили с тобой на левой ноге. Да. Так. Подальше, поближе. Все ок. Лопатки свела. Ручки перед собой. Наклон корпуса. Таз прямо. Поехали, опускаемся. Заваливай коленки, не забывай. А, да. Все время учат заваливать коленки. Почему здесь? В данном случае мы сносим нагрузку на грушевидную мышцу. Мы делаем это специально. А-а-а. Почувствовала? А где она? Внешняя часть бедра и вот эта. Да. Часть ягодиц. Все, 8 было уже. Все, поменяли, поменяли, поменяли. Ты кого хочешь, Ной? Колено. Все, умничка, отлично. Два. Три. Четыре. А, у меня знаешь, какой еще вариант был по названию ЖБ? Сразу пристрелить меня. Последний? Хорошо. Нет, по названию ЖБ. Жора и Боря. Чуй, я Жора. Подожди. Не-е-е-е. Ну я потому что жру больше. Ну ладно. А здесь же можно, да? Тоже я бы очень сильно поспорил. Да, садись. Ну ладно. Я жру менее полезную еду. Мене полезную? Да. Или как? Да. Полностью ложись назад. Кто тебе сказал? Я тебе говорю. Ну я позавчера заказал себе две 40-смитровые пиццы. Сколько? 20, да? Ну видишь, какой ты молодец. Носочки внутрь? Угу. 20 движений. А я вчера съела пачку МНДМ со 140 грамм. Пачку ЧКОПА из 12 штук. 12 грамм. Все, я все знаю в граммах. Я же считаю калории. Да. Потом, значит, выпила киселя две бутылки по 0,5. Юр, скажи, честно, ты просто готовилась тренировка? Да, я, наверное, да. Ты стрессовала? Нет. Нет? Сколько раз я сделала? 90? 19, 20. Молодец. Ну а зрители посчитаем. Вот мне всегда было интересно. У меня автоматический счет с годами наработался. То есть ты просто делаешь в одном темпе, я могу разговаривать о чем угодно, но я знаю, сколько ты делаешь. Блин, круто. Мне интересно, это реально так или нет. Я не считала. Ну, в общем, да. Можно же будет посчитать потом. Ну да. Так, мы забираем свою базу и переносим ее в другое место. Пойдем. Свою что? Базу свою забирай. Переноси. Окей. У нас везде контроль, понимаешь? Нормально, зашла. Да это контроль сисек. Здорово. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, братья. Что? Здравствуйте, братья. За эту тему не надо говорить. За эту тему не надо говорить. Почему? У меня там много сразу что-то интересного пришло в голову. Итак. Ой, я была что-то здесь. Это был ковер-самолет. Спим? Спим. Это аббревиатура, да, как расшифровим? Ну, не знаю. Как всегда, аббревиатура это к зрителям. Emotion, motivation. Любляешь? Хабля-любля. 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 Ложись на спинку. Тебе очень понравится. Ты же вриешь, я вижу по твоим глазам. Первое упражнение называется Патрик. Знаешь почему? Потому что звезда Патрик из Спанч Боба. Да, Спанч Боба. Ты же любишь Спанч Боба, падай. Не то, чтобы прям люблю, конечно. Я больше чем уверен, что ты любишь Спанч Боба. Ну, жареную картошку я люблю больше, чем Спанч Боба. Там нет такого персонажа, жареная картошка. Итак, Джулия, мы делаем 12 Патрика, потом делаем 12 Ёжика. Сейчас, погоди. Я косы-русы сверу свои. Косы-русы? Да, вся. Она просто пытается доминировать надо мной. Слушай, что-то пытаться-то, господи. Но я могу взять такую же резинку и завязать себе на бороде. Что там пытаться-то, господи? Что, Борис? Борис с этим. Жора и Боря. Борис с этим. Ручки вверх. Так, вверх. Борис. Вскрестный подъем. Коленка. Коленка. Носок. И рука соединяется посередине. Поехали. Нет. И делаем мощный выдох. Выдох на скручивание обязательно. Поехали. Нет. Ты же шутишь сейчас. Мы не будем это делать. Поехали. Пись, Тихота. Ну, сейчас и пописьаешь. Скорее всего. Очень хорошо делаешь. Ага. В смысле, ага. А что тебе не нравится в этом движении? В его наличии? Все, 12 есть. Теперь стопами поставила на пол. Согнула. Нет, 9 было. Делаешь выдох, тянешь себя за ушки, соединяешься посередине, ноги идут на встречу. Поехали. Какая отвратительная херня. Локтями обнимаешь колени. Поехали. Локтями колени. Давай. Выдох. Угу. Три. Отлично. Четыре. Шесть. Животик мешает. Чувствуешь? Семь. Я прямо считаю каждое повторение. Потом скажу. Так что ты бы радовалась, не кричала по поводу девяти, да? Девять. Угу, десять. А так придется все делать, я же считаю. Одиннадцать, последний. Умница. Все. Ну, у меня, знаешь, какая проблема, когда я делаю пресс? Я не могу выключить трапеции, мне больно просто. Вот эти места у меня зажимает прям вот так. Это происходит именно потому, что другие мышцы ты пока что не чувствуешь и не знаешь. Единственное, что мы каждый день используем, это что? Рот. Чтобы есть. Ты же не с шуткой спросила, я тебе реально рассказываю. Мы привыкли все поднимать и все поднимать плечом. Довольно крупная мышца, она всегда забирает нагрузку на себя. Наша задача обучить тебя так, чтобы ты чувствовал шейный разгибатель, разгибатель спины, ромбовидную, низ трапеции. Тогда твое положение плечей станет естественным в любых упражнениях. Ты даже когда сумку, например, закидываешь или кто-то что-то тебя, не знаю, за руку берет, ты всегда интуитивно делаешь вот так. Задрочишь за компьютером, сидишь вот так. Фармишь голду. Фармишь голду вот так. Типа, нам нужно больше золота. Распрямляем ножки. А я не попила. Встаем, пьем. А показать, как красиво из кадра выходить? Как красиво вставать, покажи. Я сказала, выходить из кадра, а не вставать. Смотри. Хоп, и ты не в кадре. Ну ладно, должен же быть у тебя веселый контент. Есть такое, кстати, упражнение «сосисточка» называется. Как? Сосисточка. Нет, ну это в моем сленге называется «сосисочка». Вообще упражнение называется «фоллоу». Мы обязательно с ним познакомимся, но где-то недель через пять. Холлоу-фоллоу. Да. Я где-то такое уже слышала. Это я интуитивно ее готовлю, потому что это как бы не скоро. А? Что? Что? Ложимся на спину. Я должна сказать, подожди, пару слов. Мой второй подбородочек. Мой третий подбородочек. Мой складочки на животике. Я говорю вам прощай, но ненадолго. Что делать, говоришь? Делаем вот так подбородочком. Вот так вот песиком. Ручки назад. А, этот. Мы делаем упражнение, которое называется «Патрик». Патрик – это звезда, а не… Да, поехали. Вот, отлично. Два. Четыре. Шесть. Семь. Еще два. Один. Сразу ручки к ушам, ноги поставили на пол стопами. Делаем выдох и скручиваем. Я забыла, как это делать. Ну, нормально. Фальш-старт. Все разом, быстренько, потерпела. Три. Четыре. Могу. Пять. Юль, давай. Все, это последнее упражнение, связанное с чем-то скручиванием, верчиванием. Ни чем остальные. Восемь. Девять. Давай, потерпи. Потерпи, потерпи. Десять, еще два. Последний. Есть контакт. Ты можешь отдохнуть, попить водички, и осталось только проверить твои балансированные данные. Сбалансированные данные. И все, свобода будет. Кажется, кажется, пора вызывать скорую. Давайте проверим пульс. Пульс пациента. Сто тридцать семь ударов в минуту. Пить не хочется, есть не хочется. Жить, в общем-то, тоже не хочется. Он несет какую-то херню. Свободу попугаем. Смотри, из кадра уходит. Опять из кадра уходит. Я не из кадра, я вообще убегаю, в принципе, из зала. Песня такая есть. Убегай. Утекай. По дороге дождей. Нет, ну мы же в фитнес-формате, правильно? Поэтому убегай. Как себя чувствуешь? Ну, хуя. Я ожидала другого ответа какого-то. Ты надеялся, что это какого-то. Бля, алё, офигенно, классно. У меня куча сил. Я просто заряженной энергией такая сказала это. И в обморок упал. Не будет другого ответа. Не будет другого ответа. Сколько ты не монтируй. По-другому. Я не буду. У нас же лайф, мы всё показываем. Какие мышцы почувствовала? Понятно, что тебе непривычная работа, тебе то слово, которое ты сказал, и я просто не могу повторять такие слова. Тебе нельзя? Мне не нельзя, я просто, ну, как бы, у меня есть какая-то культура, понимаешь? Да ну хуя. Что почувствовала? Трапеция понятна. Она у тебя мэйн. На спине что почувствовала? Вот здесь я что. Может, потому что помыться надо, но... Давай по мышцам пройдёмся. Ощущаешь? Я не знаю, как чувствовать мышцы. Подвигай лопаточку. Это то, что называется нейромышечная связь. Этому в течение первых двух-трёх недель мы и обучаем твой организм. Для того, чтобы максимально... А теперь давай по делу. Для того, чтобы максимально много калорий тратить, надо, чтобы твой организм максимально много мышц регулярно использовал для повседневной работы. Метаболизм. То есть рта не хватает? Ну, как видишь, нет. Ну, да. Пойдём. Сейчас будет упражнение на баланс. Надо обучить твой мужичок. Потому что... Он должен работать. Важно. Ему важно обратить внимание на все мелкие мышцы тоже. Мышцы-стабилизаторы. Встаёшь одной ножкой с этой стороны, потом переносишь вторую ножку, встаёшь с другой стороны. Я тебя страхую. Поехали. Одну ногу ставим. Руки давай. Сторона. Странная. Сейчас, погоди. Слишком много пии у нас будет. Ну, а ты что хотел? Всё хорошо. Теперь просто стой и балансируй. Не фокусируйся на нём. Сейчас будет самое интересное. Ты будешь меня толкать? Нет, я не буду тебя толкать. Сейчас пробуешь выполнить классическое приседание. То есть совсем немного. Буквально процентов 10 от полного приседания. Коленки в сторону и чуть-чуть подсядь. Поехали. Колени в сторону. Тебя начнёт трясти. Это абсолютно нормально. Это как раз стабилизатор. Колени в сторону. Пауза. Вот это положение, ты его не контролируешь сейчас. Не добавляй, не добавляй. Да я не добавляю. Держи, держи ручки. Немножко отдохнула. Это включается в работу мышцы стабилизатора. Забедренного сустава коленей. Галина, стопа. Я просто так стопы поставила. Я не могу выдвинуть колени, потому что мне надо чуть-чуть развернуть. Поехали. Не переносишь вес полностью, просто бочком двигаешься. Так, оп. Вот так, чтобы вывернуть коленточки. Супер. Сейчас садимся примерно на 45%. Чуть-чуть ещё пониже. Колени в стороны. Будет подряхивать чуть-чуть посильнее. Стас, дальше. Ниже, ниже, ниже. Ещё, ещё, ещё. Пауза. Подставь эту музыку, Паша. Зачем ты уже её подставила? Расстремляемся, отдыхаешь. Сейчас последний будет. Садишься прямо в параллель. Макаряна будет ещё помощнее. Но заметишь, что просто на боссу стоять будет уже намного комфортнее. Мышцы стабилизатора обучаются очень быстро. Зох. Макаряна, поехали. Нет, надо это, панджаби, панджаби МС. Это вот не обязательно. Ниже, ещё. Колени шире. Ни-ни, яки-бу-пи-пи-кири-кири-кири. Так? Всё хорошо, умница. Видишь, как они быстро обучаются? Теперь полностью встала. И два приседания классических. Давай. Раз, два. Раз. Поглубже, поглубже, как он только что-то делает. Вот, раз. И ещё один. Получается, три сделала, что ли? Умница. На одну ножку переваливаешься. Да, и спускаешься. Визящная лань. Ну, главное, что не... Сейчас ложишься на бочок. Микрофон я себя сниму, потому что придётся тебя мучить. Но не сразу сниму. Снова. Головой сюда. Специально снимай этот микрофон. Лицом ко мне. Чтобы никто не слышал, как мне будет больно, когда он будет меня мучить. Стоп. Головой сюда. Ножками сюда. Лицом ко мне. Пожалуйста, жалься. Это мои колени хрустят, не переживай. Не сомневался. Прогнись в поясничке. Ещё. Сделай глубокий вдох. Выдох, расслабься. Получаю удовольствие. Очень сильно сжато. Вдох. Выдох. Ой, больно. Вдох. Погода, больно. Вдох. Выведох. А теперь сама расслабляешься. Выдох. 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 Дыши как будто при беременности. Я не была беременна, я не знаю. Тогда как будто ты уже беременна. Больно, Лёх. Конечно, больно. Переворачивайся. Организм не привык работать в такой амплитуде. Не привык просто, понимаешь? Он говорит тебе, дорогая. Какого хера? А видишь, насколько здесь плечо ниже опущено, самостоятельно плечо ниже? Да, я знаю, что у меня такая беда. Это не беда. А что это? Именно для этого мы и занимаемся этой херней, понимаешь, как это называется тренировка. Для того, чтобы... Я не тянула его за язык, он сам сказал, что это херня. Делаем вдох. А кто сказал, что это херня, это плохо? Ну, та же я. Какую херню ты видела, что она вот прям не очень была? Вдох. Выдох. Оставляешься. Вдох. Выдох. Сейчас часто дыши, выдыхай. У нас двойня. Молодец. Сейчас я сниму. Ложись на животик. Микрофон у тебя будет здесь рядышком, так что ты можешь подэтовать и подтовотать. У меня один знакомый друг, который очень любит подэтовать и подтовотать. Подэтовать и подтовотать. Руки вдоль тела, голову в любую удобную сторону. Делаешь глубокий голову в любую удобную сторону. Спасибо. Ой, ладно, не это. Не этого. Душно. Делаешь глубокий вдох. Угу. Вдох. А! Видишь, когда мышцы... Выдох. Когда мышцы... Я выдыхаю так некрасиво, микрофон. Вот как так надо, а то обнялся линия. Зато было слышно. А! Там было... Слушай, больно, Леша, больно руку с позвоночника. Больно. Больно, сука. Больно, блин. Смотри. Когда мышцы напряжены симметрично, для того, чтобы твои позвонки, ассисты мышцы разгрузились и стали на место, не нужно предлагать дополнительные какие-то усилия. Знаешь, как я тебя слышу сейчас? Я вас вдох еще раз. Да не надо меня слышать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пока что тяжелый случай, конечно. Вдох. Вдох. О, отлично. Вдох. Вдох. Выдох. Что сейчас... Ну, просто зрители этого не понимают. Что происходило на сцене сейчас? Кажется, я узнала, что такое впасть в кому. Нормально. Симметрично. Вот это больно. Симметрично. Вот здесь сильно больно. Синабоны? Какие опять синабоны? Вот такие печеньки такие. Кто они? Булочки. Бл***ь, слова забыла все. Ты что, сам-то? Нет, я мотоцикл, который заводится. Хорошо, переворачивайся на спину. Что, прям так, пока ты меня держишь? Нет, я тебе придерживаю спину, чтобы ты резко это не делала. Поехали. А ты думаешь, я вообще способна делать что-то резко сейчас? Переворачивайся. Чтоб я еще раз где-то здесь была. Не на коврике был, да? Ну, как получится, Лёш. Нет, здесь нам не надо. Я сегодня так хорошо умывалась такой красивой, дорогой умывалкой и обваляла все полы, б***ь. Расслабься полностью. Бл***ь, стой, стой, очень больно. Да я знаю, что больно. Ну, это прям ад, как больно. Когда последний раз ты занималась своими грудными мышцами? Никогда. Давайте начнем с того, что до того, как я потолстела, у меня были только соски на ребрах и никаких грудных мышц, да? Хорошо, вдох. Расслабилась, я полегче возьму. Это мы растягиваем грудной отдел. Неприятно? Терпимо? Юля убила. Увы. Сейчас будет еще немного неприятно. Кайф, да? Нет! Нет! Что ты, б***ь, кайфов? Что ты мне делаешь? Помоги. Вызывайте павлицу. Вызывайте копов. Копов, копов, копов вызывать. Копов тут не любят нас. Юля, я могу тебя поздравить, твоя тренировка закончена. И я такая. И бледнеешь, да, и после этого вообще ничего. Как себя чувствуешь? Ответ не изменился. Нет, я понял. Манипуляция, которую сейчас сделали, поняла, почему они были, зачем они нужны. Чтобы меня помучить. Да. Ну, на этой прекрасной дате мы закончим эту тренировку, потому что, Юля, я так просто не знаю, что происходило. Тренировка была не объемная, мы потратили всего. Десят минут. Филоньки, мистер Сударь, тренер. Что бы с тобой? А это еще разминку учесть? 40 минут марта. Поехали еще раз. 40 минут марта. Поехали. Этого достаточно для того, чтобы нагрузить твое тело. Ты мне напишешь фидбэк. А там, как ты себя чувствуешь? Нормаз. Честно говоря, нормаз. Ты, конечно, круто должна чувствовать себя. Я понимаю, если вот убрать вот это вот. Вот здесь вот... Все, все. Я пукнула просто. Вот это все. Я думаю... Я думал... Я что-то думал. Пукать во время тренировок нормально. Скажи же. Если не забывать, что мы не только личности, но и организмы. Да. И девочки. На этом все. На сколько ты сегодня похудела? Примерно на... Пук. 67 грамм. Примерно на... Это какой-то в туалетный юмор. Мне надо убирать такой. Я думаю, что всем понравится. Это говорит человек, который... Ладно. Ладно. Итак, если вам понравилась тренировка, вы вынесли отсюда какие-то классные фидбэки. Напишите их прямо здесь в комментариях. Нам все это интересно. Самые интересные комментарии... Здесь в комментариях. Вот здесь в комментариях. Самые интересные комментарии мы выделим и, скорее всего, наградим какими-то приятными сюрпризами. И каждый... Леш, сделать вам вот такую разминку, как мне только что, и вам будет очень больно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...